добрый день дорогие мои друзья вы находитесь на канале галина коломейка кройка и шитье и сегодня тема нашего урока будет такая как правильно снять определить осанку если у фигурки появился выступ живота потому что это так сказать тонкое место это самая частой частый такой вопрос который вызывает больше всего у вас затруднений потому что если животик стал немножко беременным или побольше стал беременным он вырос он увеличился в размерах то шнурочек который мы устанавливаем по линии талии очень и очень не хочет оказываться там где ему было положено быть для того чтобы эта осанка определилась и сейчас давайте еще разочек вернемся к этому вопросу и сначала мы поймем как правильно определить осанку что с ней происходит а в следующих видео скорее всего мы с вами поймем что же происходит с нашей базовой конструкции тогда когда животик наш увеличивается итак если в самом обычном варианте фигурка выглядит у нас вот так грудь выступает да вот так вертикальную линию рисуете и у вас все идет в одной плоскости то в том случае когда наш животик увеличился вот мы рисуем его он стал у нас вот таким давайте его добавим вот сюда так то наша фигурка уже выглядит плоскость вернее в которой вписывается наша фигурка выглядит вот таким вот образом и животик будем считать что выступ живота у фигуры есть тогда когда грудь которая должна по идее прикрывать этот живот его не прикрывает когда вы животик выступает дальше от нашего тела чем грудь то есть грудь гораздо меньше чем выступ живота вот только в этом случае мы будем говорить о том что у фигуры этот выступ этот самый выступ живота действительно есть ну а пока давайте подумаем что происходит когда мы с этим сталкиваемся шнурок который мы завязываем по линии талии вот на этом месте все время норовится скользнуть наверх когда он соскальзывает у вас наверх вот таким образом и вы этого не замечаете то длина вот это плечико у нас это горловинка то мерка длины до талии по переду она становится меньше чем нужно по идее для определения осанки фигуры а мерка длина до талии по спинке остается прежней это мерка дтс а вот спереди мерка дтп вы знаете что осанка определяется величиной баланса который равен дтп отнять дтс напоминаю что если баланс у нас попадает в интервал от 1 до 3 сантиметров то осанка обычная если баланс у нас попадает в интервал больше чем 4 сантиметра то принято считать такую осанку перегибистой и если баланс у нас меньше одного сантиметра то осанка сутулая так вот в том случае когда мы сталкиваемся с выступом живота независимо от того какая осанка у человека хотим мы того или нет но дтп у нас должен быть больше он увеличивается ровно настолько насколько выступает вот этот животик и таким образом при анализе фигуры при определении баланса фигурка будет у нас показывать нам что она перегибистая и смотрите если у нас в обычном случае выступает грудь мы формируем выточку на грудь потому что это выступающая часть но вопрос том если у нас выступает живот значит нам нужна вытачка на живот для того чтобы она формировала эту выступающую часть и таким образом переходим постепенно ко второй нашей теме выступ груди имеет свою вытачку а выступ живота получается имеет свою вытачку вот именно обо всем об этом мы с вами будем говорить дальше потому что повторяю еще раз вот это то тонкое место которое обычно вызывает непонимание и как правило здесь кроются ошибки запомните пожалуйста еще один разочек следующее что длина нашего изделия от талии до линии низа она должна быть одинаковой нельзя компенсировать выступ живота за счет удлинения вот в этом месте нашей юбочки все компенсации этого иначе юбочка у нас вздернется и будет выглядеть ну вот таким вот некрасивым образом это нам не нужно поэтому все вся работа должна выполняться на уровне живота то есть мы будем учиться формировать какую-то нашу с вами вытачку на животик вот в этом заключается особенность и подведя итог хочу сказать следующее долго завязываем этот шнурочек обязательность посерединке плечика устанавливаем нашу вот эту вот находим точку начала высшую точку плеча начала от которой мы измеряем дтп и дтс делаем это очень верно и и следим все время за тем чтобы вот этот шнурочек который мы завязываем по линии талии всегда был строго параллелен линии пола линии низа нашего изделия только в этом случае все будет верно то же самое можно сказать для наших мужчин когда у мужчины появляется выступ живота там хотим мы этого или нет увеличивается мерка дтп и если в обычном случае наш мужчина будет сутулы у него дтс будет больше чем дтп то когда появляется животик его фигурка начинает превращаться в фигурку перегибистую то есть приобретает характеристики фигуры перегибистой хоть может быть на самом деле она таковой и не является и у меня в плане есть им рассказ снять видео и рассказать вам о том как построить мужскую выкройку мужской уже одежды с учетом вот этого выступа живота с учетом того что дтп будет больше чем дтс потому что нагрудную вытачку там вводить нельзя не принято ну а что делать как всегда для многих это бывает большая проблема поэтому следите за выпусками моих видео подписывайтесь на мой канал все самое интересное у нас с вами впереди до новых встреч всегда ваша Галина Коломейко